Здравствуйте! Думаю, что самое время продолжить изучение ладейных шпилей с пешками на одном фланге. В одной из сторон лишняя пешка. Классический типовой случай это когда пешки FGH, про них много написано, много разобрано. Этих примеров хватает на практике и классической, и до сих пор. Но надо понимать, что это не единственный случай, что соотношение пешек 4 на 3, пешки слабейшей стороны, могут быть расположены по-разному и несколько таких исключительных примеров, они безусловно заслуживают отдельного внимания, тем более я не раз сталкивался с тем, что оценки распространенные, так скажем, среди шахматистов по ниже уровням, они немножко, так скажем, с действительностью вообще не согласуются. Вот позиция из гроссмейстерской партии Тим Мансасонко, Амстердам 1974. Мы видим, что ну пока еще, опять же, пешки не на одном фланге, но эти две пешки ферзевого фланга с доски скоро уйдут, а у черных пешечная структурка, скажем так, скомпрометированная. И неоднократно от шахматистов, так скажем, недостаточно опытных, мне доводилось слышать, что ну вот и пешки нет, так еще же и слабости, но это, наверное, проигранно. На самом деле, давайте перейдем к, собственно, позиции 4 на 3, король Ф3, А4. Белым ничего не добиться большего, чем размин этих пешек. БА ладья бит А4. На самом деле, вот эта структура, прошу обратить внимание, это совершеннейший железобетон. То есть, на самом деле, вот спросите меня, с какой из структур я, если случится неприятность, предпочту защищаться, вот с этими пешками, или же с пешками F7, G6, H5, я даже скорее выберу эти. Потому что здесь ничья, она просто совершенно элементарная. Несмотря на формальную слабость этих пешек, белым вообще не изобрести никакой конструктивный план. Потому что, что самое важное, нет конструктивного плана создания проходной. Что здесь надвигать пешки F4, E4, E5, это просто приведет к уменьшению материала, и позиция станет уже совершенно явно ничейной. А черные, в свою очередь, игра простая. Они стоят на месте, ладьёй цепляются за основание пешечной цепи белых, и не придумать ничего. И понимать то, что, так скажем, в этой партии борьба продолжалась еще 7 ходов. Ну, это было еще во времена, когда партии откладывались, и совершенно очевидно, что после 40 ходов партия была отложена. И Ян Тимман решил дальнейшие попытки прекратить. Думаю, не только из-за большого уважения к Геннадию Сосонко, а просто еще и потому, что позиция совершенно ничейная. Плана здесь не придумать никакого. Даже непонятно, что разбирать. Сначала он попытался что-то надвинуть, но здесь это вот совершенно бесперспективная задача. Никакой возможности усилить позицию нет. Ничья совершенно примитивная, легкая. И удивительно, что многие, так скажем, это недопонимают, но вот я пытаюсь внести свою лепту. Так, но, но, теперь переходим к другому примеру. Важно понимать, что это все очень хорошо, легко и просто именно вот при вот таком расположении. И прошу обратить ваше внимание вот на этого товарища, который все бетонирует, будучи расположен на G7. Так, пример номер два. Тут гроссмейстерских партий не нашлось, но, тем не менее, белыми. Неплохой датский гроссмейстер. Ларс Бухансен. Черными. Шведский мастер Энквист пониже классом, но дело не в этом. Да, на C2 белые взяли. Видим то же самое 4 на 3, та же самая структура, F7, F6, H6. Казалось бы, а в чем разница? А разница, разница, разница вот в этом. Разница в том, что черный король находится не там. И пешка H6 превращается в жуткую болезненную слабость. То есть, если бы сейчас при ходе черных они могли короля с Е6 переставить на F8 и потом на G7, то все, играть, играть, собственно, и нечем. Партия буду сразу окончилась, ничью. Но по правилам шахмат так нельзя. А раз король не попадает на королевский фланг, внезапно эта структура оказывается полна недостатков. И давайте полюбуемся, как показательно, учебно белые свой перевес реализовали. Использовали слабость пешки H. Ладья А5. На король Е7 последовала бы ладья С8. То есть, так или иначе, это ходом раньше, ходом позже. Ладья А5. Король на F8 пока не попадает. Белые вправе подумать о том, чтобы ресурс F6-F5 ни в один момент им не грозил. Поэтому они усиливают позицию своего короля. Король F4. Да, на король Е7 теперь ладья С8. Грозим ладьей зайти на H8 и спросить, что будут делать черные со своей пешкой H. Черные пока не паникуют. Ладья А2. Ф3. Ладья А5 обратно. Ладья А8. Но вот оно случилось. Так, теперь, как мы видим, защищать ее способом ладья А5. После король G4 приведет к печальным последствиям немедленно. Поэтому черные играют H6-H5. И важно понять, что главное не обрадоваться, что вот, наконец, возникла возможность образования проходной. Потому что, если здесь образовать проходную, а именно сыграть G3-G4, то после HG, вне зависимости от того, чем бьют на G4 белые, опять же, активная ладья, которая будет цепляться к проходной сзади. И никаких особенных дивидендов от этой проходной белые добиться не смогут. Поэтому важно не спешить. Ларс Бухансон, понятно, не Капабланка, но завет великого маэстро он четко усвоил. В данном случае наш первейший план – это усилить положение ладьи с H8. Поэтому мы будем пытаться вот каким-то таким замысловатым способом перевести ее на D5. И посмотрим, что будут делать черные дальше. Да, при этом важно, конечно, не допустить эвакуации черного короля через F8 на G6. Но для этого у белых есть подходящие ресурсы. Ну, партии последовало не через линию C, а через линию B, но не суть важна. Суть маневра от этого не меняется. Ладья Б8, ладья С5, ладья Б3. В данный момент, опять же, трагедия одного темпа. Король на G6 совсем чуть-чуть не успевает. Совсем чуть-чуть не успевает, приходится сдастся. Поэтому черные уже видят, что белая ладья стремится на D5. Естественно, никаких перспектив помешать этому королям нету, потому что в данном случае пешечный эшпиль абсолютно безнадежен. Вот здесь как раз дефекты структуры черных проявляются просто во всей красе. Поэтому приходится, скрипя сердце, отрядить на защиту пешки H5 ладью. Ладья А8, ладья D5, ладья H8. Но вот тут уже очень большая разница, потому что при пассивной позиции ладьи у белых находится масса ресурсов усиления позиции. Ладья А5, черная ладья привязана к защите пешки H5, ладья H6. Некоторое количество выжидательных ходов, не строго обязательных, но ничего не портящих. Ладья А8, ладья H7, ладья B8, ладья H6. Король встал на F5. Теперь белые собираются поставить ладью на B6 и использовать связку по линии по шестому ряду. А если черные впервые за долгое время успели на что-то напасть, то выясняется, что вот этот случай уже не тот. При пассивной ладье мы готовы уже к образованию проходной. Теперь HG, FG, ладья H6, H5 с последующим ладья B6 и E5. Совершенно безнадежно. Черные сыграли ладья H6. Но в этой редакции сильно сопротивление не затянулось. G5, FG, HG. Что-то подобное. Подобную структуру мы могли видеть при изучении партии Капабланка-Яйпс. Но здесь случай немножко другой, потому что пешка H еще не продвинута и никакой контр-игры черным не обещает. А даже, скорее всего, просто быстро потеряется. Поэтому партия продлилась уже недолго. Здесь защищать пешку ладью иззади, как это положено делать, это совсем безнадежно. Потому что ладья B7 в шах. Король F8, король F6. Угроза G5, G6 фатальная. Да и мат еще грозит по восьмому ряду. После король Е8, король F6. Мат бы не грозил, но все равно G5, G6. Угроза решает, пешка H далеко не ушла. Энквист сыграл ладья H6. Но после ладья H8. Ладья A3, F4, ладья H3. Пешку H защитили. Но это, видимо, была последняя радость черных в этой парке. Потому что после ладья H7, король F8, король F6. Пришлось сдаться. То есть мы запоминаем, что вот это вот ослабленное или неослабленное положение пешек, F7, F6, H6. Оно удовлетворительно и даже более чем полностью надежно для черных. Но только в случае, если черный король находится на G7. Если его туда эвакуировать не удается, то у белых находится четкий и решающий партию план. О сдвоенных поговорили, но есть еще и немного другие структуры, когда соотношение то же самое 4 на 3, но одна из пешек оторвана от других. Посмотрим на две партии легендарного югославского гроссмейстера Глигоряча, в каждой из которых у него было пешек больше. Но партии закончились по-разному. Хотя, как мы увидим, не без приключений. Вот такая вот структура, тоже достаточно распространенная. Где-то черным пришлось ослабить свой фланг, где-то они остались в ладейном эншпиле без пешки. Пешка E6 слабенькая, но, тем не менее, защитительные ресурсы в данном случае вполне достаточны. Хотя, аккуратность, аккуратность и аккуратность. Аккуратность требуется предельная. Здесь важно, что все-таки пешка E6 не оторвалась, конечно, от рядов товарищей, но она оторвалась не настолько, чтобы вот так вот ей сразу потеряться. И поэтому защищаться черные могут. Король F6, король G2. И здесь важнейший такой нюанс в плане противодействия плану белых. Не очевидный достаточно ход, но Гроссмейстер Букич с этим справился. Он сыграл ладья А2-А1. Глигорьевич белыми, Букич черными. С чего, зачем этот ход? А, опять же, атака с тыла, когда белый король поднимется на третий ряд, ладья по первому ряду начнет давать шахи, атаковать пешки. Белым не так просто усилить позицию. Ладья Б4-А6. Теперь важно понимать, что какие у белых планы, какие возможны видоизменения позиций. Но F4 это в достаточной степени путь в никуда, потому что трудно усиливать позицию в дальнейшем. Опять же, по второй линии появляются шахи. Ладья А2, Ладья А3 не видно, чего белые в этом случае добьются. Поэтому идея белых в другом. Идея белых в том, чтобы подготовить H2-H4 и вот так вот уже разбить структуру черных и либо создать себе две связанные проходные пешки, либо обозначить еще одну слабость. План опасный. Но черные вполне могут ему противодействовать. Не любым, правда, способом. И здесь Буктич совершает решающую ошибку. Ладья А1-А4. Казалось бы, что может быть естественнее? Напасть на пешку, определить структуру. Вместо этого обязательно было просто ждать, просто держаться на месте. король G6. Ну, можно и ладью пойти по первому ряду, король G6, как-то более показательный ход. И в случае единственного естественного плана белых H4-GH, ладья H5, да, они пешку снова выиграют, но, тем не менее, в удачной редакции это сделать не получится. Ладья B1, ладья H4, король G5 и только дальнейшие размены. Никаких дивидендов извлечь не удается. Надо было ждать при защите ладейных Эншпилей. Важно понимать, что в некоторых случаях активность, излишняя активность противопоказана тоже. Ладья А4. И здесь наступила очередь Глигоряча ошибиться. Хотя, путь к победе нельзя сказать, что он совершенно очевидный. Глигоряч сыграл король F3, и этот ход выпускает победу. А точной и единственной дорогой к выигрышу был ход король G3. В чем, спрашивается, разница? А разница в том, что на спасающий в партии ресурс H5 теперь у белых есть простое возражение. GH, ладья H4, F4 и отыграть пешку не удается. Точнее говоря, ее можно отыграть, но это переход с безнадежной пешечной Эншпилей. Активные возражения уже не действуют. Ладья А2, король F3, король G6, H4, GH, ладья H5. И вот эта структура, она оказывается безнадежной. Если, опять же, если белые спокойно заберут пешку на H4 и вернутся ладьей на H5, ну, какой примерный сценарий развития событий в этом случае? Ладья B2, ладья H4, ладья A2, ладья вышла на H5, отошла по пятому ряду, и дальше белые готовы уже продвигать свои пешки, и создать пару связанных проходных. Пара связанных проходных – это в большинстве случаев все. Это для черных занавес. Вот. Такой был путь к победе, связанный с хором король G3, да, на ладья A1 тоже в данном случае H4. И удается в удачной редакции разменять эти пешки. Ладья G1, король F3, GH, ладья H5, король G6, ладья B2H4, король вовремя оказался на F3, и здесь король G5, ладья H5 никаким дальнейшим разменом не приводит. Король G3 был точный путь к выигрышу. Вместо этого Святозар Глигорьевич сыграл король F3 и столкнулся с чудесным спасением. H5. Тут еще важно, что критическое продолжение он, к сожалению, не нашел. Там путь к ничьей был достаточно красив. После H5 Глигорьевич сыграл H3, но в этой позиции HG, HG, ладья A1 дальше шансов уже не предоставилось. Сейчас краткой строкой, потому что вот здесь с этим уничтожением пешечного материала остался только план с F4. Так вот посмотрим, что было в партии. На самом деле ни единого шанса здесь не было. В конце концов в какой-то редакции F4 он провел, но, сами понимаете, с такими пешками ни на что претендовать не приходится. Вернемся на несколько ходов раньше. Почему не GH здесь? Дело в том, что ладья H4 да, казалось бы, пешку отыгрывает, но насколько это выручает черных? Итак, король G2 на ладьевит H5 теперь следует F4, и это очень плохие новости. Поэтому черным приходится найти вот такую вот нестандартную такую перешаховку ладья G4 шах на другие отступления все равно ладья H4. На король H1 ладья H4. И здесь белые вправе попытаться поставить черных суксванг, сыграв либо либо F2, F3, но не имеет значения, либо F2, F3, либо просто ход ладьей по пятому ряду. Что делать черным? С выжидательными ходами как-то нехорошо, а если взять на H5, то ведь тогда F2, F4 мы что-то подобное видели, да, безнадежный пешечный H4 на горизонте и в этот момент, в этот момент совершенно неожиданно даже с таким ограниченным на доске материалом красот иногда хватает. Вот такой вот прорыв в самом сильном пункте. И после E6, E5 внезапно выясняется, что никаких пешечных H4 на доске на доске больше нет. F, E, K, E6 тут они хоть и две лишние, но они сдвоенные и никаких шансов на победу не обещают. А если ладья бит E5, то после ладья H3 да, две лишних сохранятся, но это вот две лишние пешки F и H в свою очередь своя отдельная тема. Тоже не будем говорить, что защита этой позиции совсем уж тривиальна, не так все просто и бывало, что гроссмейстеры проигрывали, но тем не менее позиция теоретически ничейная и позиция вполне защитимая. Так или иначе это был лучший практический шанс. Глигорьич им не воспользовался, но конечно по сравнению с тем, что заход до этого он упустил победу, это уже так скажем неприятности мелкого порядка. И в заключении последним примером этого раздела так скажем особые структуры защищающейся стороны. Еще одна партия опять сильнейшая сторона Глигорьич в далеких Соединенных Американских Штатах в далеком 1980 году Лон Пайн Глигорьич черными белыми Ларри Кауфман не гроссмейстер неплохой мастер, но в наши времена более известен как автор достаточно сильных шахматных программ. И тем не менее против гроссмейстера мирового класса как Глигорьич полностью справиться с проблемами не удалось. вот такой веншпиль три пешки против четырех и опять одна немножко оторвалась. И вот эта пешка на Е5 которая серьезно оторвалась от своего лагеря уже действительно плохие новости для белых. Хоть путь к победе нетривиален, но тем не менее слабость этой оторвавшейся пешки удается использовать постепенно ее окружив. Хотя путь непрост. И опять же приключения в этой партии еще последовали. Ладья С5 Ладья А4 Ш Король Ф3 и правильно совершенно Глигорьич делает открывая путь к пешке Е5 для своего короля. Пешку Е5 нужно атаковать большими силами. Ж5 закрыть окошко не так чтобы получается. Да Ж4 можно было пресечь, но не совсем это работает. Постепенно проводят Аш 5 и достигают решающего усиления позиции черного. поэтому в партии было сыграно Ж3 все равно Аш 5 Ладья Б5 Ладья А3 Ш Король Ф2 Король Ж7 Король пошел на Ф5 Дорога не близка но тем не менее постепенно он туда попадет Ладья С 5 Король Ж6 Король Ж2 Белые обречены на пассивный должны ждать что выдумают черные черные выдумывают черные уже создают угрозу Ладья Д5 и Ладья так превосходно защищала пешку по пятому ряду теперь придется эту позицию изменить на более пассивную Ладья С2 Глигорь решил что этого пока достаточно Ладья Е3 сыграл Ладья С5 и вот здесь некоторая неточность была им допущена когда он сыграл H5 H4 потому что вот в этой редакции как раз выясняется что слишком рано закрыли структуру и здесь черные белые могли ответить G4 и после этого окошко на F5 захлопнулось и как не пытаясь позицию здесь усилить желаемого результата достигнуть не удается слишком рано определили структуру здесь черные можно Ладью Белых перевести на второй ряд можно пытаться куда-то идти королем но желаемого результата достичь все равно не удастся потому что белые так или иначе успевают активизировать ладью путь к победе не виден вместо этого Ларри Кауфман допустил достаточно показательную ошибку на что я хочу обратить внимание потому что важная такая основа в большинстве ладейных эндшпилей что размен пешечного материала уменьшение пешечного материала для обоих сторон выгодно для слабейшей стороны ну и в свою очередь размен ладей как правило с переходом в пешечный эндшпиль с лишней пешкой выгоден для сильнейшей стороны это хорошее правило но но надо помнить что шахматы игра исключение так и здесь Ларри Кауфман разменял эти пешки но все привело лишь к тому да пешечного материала стало меньше но пешка е5 ее судьба от этого существенно ухудшилась и постепенно вот тут любо-дорого посмотреть как постепенно усиливая позицию перевел ладью Глигорьевич на пятый ряд и вот здесь уже немножко другая история что здесь мы видели вариант когда стояли еще пешки g4 g5 там ладье черной поле f5 было недоступно а здесь у ладьи поле f5 есть и это значит что белая ладья привязана к защите пешки е5 король черный марширует на d5 но единственное чего белые могут добиться это размена этих пешек но вот эта гонка вот эта гонка в таком пиковом случае когда одна проходная против двух связанных она имеет какие-то шансы на успех когда пешка продвинута далеко а при этом соотношение сил совершенно безнадежно ну Кауфман еще сделал несколько ходов которые в принципе значения не имели здесь уже смело можно было сдаться вернусь к позиции где Глигорьевич на мой взгляд допустил неточность точнее говоря это не только мой взгляд это еще подтверждает и наш железный помощник в этой позиции у белых был путь к победе только надо было проводить не аж4 аж4 при том г4 не сразу потому что г4 сразу как раз не совсем то чего надо мы добились аж4 проводить так чтобы на g4 побить ладью этого добиться не сложно потому что после ладья е2 шаг вперед белый король идти не может приходится идти назад после король g1 ладья е4 король f2 g4 аж ну здесь держать структуру закрытой особого смысла не имеет потому что здесь как раз обмен пешек е на f ну потому что мы не закрыли окно для черного короля потому что черный король все равно в решающий момент может торгнуться на f5 вот поэтому здесь приходится меняться аж ладья g4 и опять же постепенно черные реализуют перевес путем притом даже размена всех оставшихся пешек вот это соотношение 2 на 1 с оторванной пешкой е это безнадежно для белых и общая оценка всех этих структур да можно сопротивляться упорнее но в общем случае когда одна пешка сильно оторвана от остальных сил это тревожные новости и многие позиции такого рода оказываются выигранными вот пожалуй такая слегка хаотичная информация эти эти виды эншпили еще не окончательно не предельно исследованы но какие-то общие закономерности мы можем уже представить и я надеюсь что вам все это было полезно спасибо за внимание спасибо Продолжение следует...